Здравия желаю! Сегодня я утром показывал схему для не для выработки тока а для самозапитки вращения вечного этого велосипеда или электромобиля а нам нужно допустим еще генератор что мы делаем? ту же схему берем, вот это колесо выбиваем молотком жалко вот сюда поставим вот сюда поставим выбиваем молотком выбиваем генсо молотком так так и ставим на реле видите, сейчас круто без маховика маховиком будет служить ротор сам ротор, видите, он мощный это и есть маховик своего рода вот он, здоровенный а то хотят делать смене моторчиков это не выйдет нужно, чтобы маховик видим ротор маховик и этот мотор высокооборотный за счет такого ротора 17 тысяч оборотов вот надо моторы высокооборотные а не делать там смене это ничего не выйдет значит делаем генератор так здесь переставляем на десятую на 0,1 и на 0,4 секунды закрываем так включаем вот, чтобы видели выход на вольтах включаем реле и включаем эту и наблюдаем видите движение не перестает и даже потому что маховиком служит сам ротор но это в больших только моторах чем больше мотор тем он сам маховик еще здоровее вот есть но они дорогие что здесь наблюдаем уже у нас выход видите сейчас разгонится посмотрим конечный расход у нас меньше так колеса нет а выход больше уже только значит максимально 3 42 минимально пусть разгонится минимально минимально два с половиной в общем три с половиной два с половиной три с половиной два с половиной выключаем выключаем это все разберем схему так сейчас включим значит вот она схема здесь проще магнитный мотор он же генератор тока выход выход у него три с половиной два с половиной так это у нас будет 12 разделим на 3 и 5 342 124 разделим на 3 428 36 ватт так вот здесь значит 36 ватт один раз 36 ватт выход первый так второй выход меньше 12 разделим на 2 и 5 4 и 8 и теперь 124 это выдает мотор берет вернее и выдает то же самое он обратим 124 разделим на 4 и 8 25 и 83 видите но это 4 раза помножим на 4 раза 103 103 ватта 103 плюс 36 равняется 136 ватт а затраты у нас не 27 с половиной так как нет нагрузки а наполовину меньше 27 с половиной делим на 2 в общем 14 ватт это вот здесь вот ну это вот рычаг и вот второй мотор без колеса просто крутит ведущий тут вот трансформатор выпрямитель 26 вольт так и тут реле но когда нет колеса надо ставить десятые а иначе остановится если будешь секунды на секунды пойдешь ставить без колеса маховика у тебя остановится она и толку никакого не будет поэтому тут на десятые 0 одна десятая 0 четыре десятых вот что у нас выходит тут 14 вольт у нас 14 ватт затраты а тут 136 видите 136 разделим на 14 и помножим на 100 кпд такого генератора 971 процент кпд 971 процент то есть схема та же но убирается колесо то есть мотор для велосипеда значит делаем с него генератор убираем колесо вот это и меняем время на десятые секунды а скоро мне подойдет на сотой попробую на сотой я еще точно не знаю но если на сотой пойдет то будет прорыв там вообще не будет колебаний напряжения то есть не успеет колебаться понимаете если она еще пойдет на это то есть надежда есть на это что на сотой пойдет вот вот должно подойти я уже заказ дал опробуем в общем такая схемка значит с таким мотором дает генерат 136 ватт тока потребляет 14 ватт всего то есть батарейку небольшую на 100 ватт одну на 100 ватт вторую может литий ионная даже возьму посмотрю я еще подожду реле придет на сотой проверю то может на сотой лучше тогда уже может эта производительность увеличится еще посмотрим для схемы на 2 батарейки хотя бы на 100 ватт каждой на 10 ампер 10 ампер и 10 ампер и все и вот и реле при потреблении 14 ватт этой батарейки хватит на 8 часов примерно на 7 примерно на 7 на 6 часов на 7 часов а через 7 часов эту батарейку отсюда забираешь ставишь на выход а с выхода ставишь сюда и снова включить то есть через каждые 7 часов включать либо поставить реле которое будет через каждые 7 часов переключать но в этом пока нет необходимости все это ведет все это пробное пока вот там там предъявляли что я этим заматываю скотчем так это специально чтобы не возиться там гайки не крутить скотчем чтобы макеты пробовать чтобы больше опробовать успеть если я буду одну делать капитально там красиво как вот парни делают красиво сделал а работ оно или нет это же опыты тут надо некрасиво тут надо проверить а когда уже работает полностью и уже видишь что надежно там можно не спеша уже собрать красиво прикрепить уже не скотчем какой-нибудь ящик это все сделать выполнить все вместе то есть будет один ящик из него только будет выход тока то есть включил туда шнур включил и питайся вот такая это потом уже а сейчас надо проверять сейчас некогда если не будем проверять испытывать в разных мотивах а будем собирать вот как собирать красиво собирать там запчасти а оно не работает нифига вот этого многие не понимают что макет нужно просто его собрать макетом и вот это удачно наоборот скотчем и делать для макетов а потом уже будете собирать капитально он кстати держит пока его не обрежешь он держит и здоровая у меня вот два мотора там 500 600 700 ватт и оборотов 17000 и держит нифига вот что еще хотел сказать нельзя применять для этой схемы нельзя применять слабые моторы с низкими оборотами вот у меня на 17000 хотя бы один чтобы был мощный и этот желательно с большими оборотами но нет такого был бы с большими вот так же бы он крутился чуть-чуть есть такие магнитные во-первых значит мощные моторы во-вторых с большими роторами потому что ротор служит вот он видите здоровый ротор служит маховиком вот в чем суть-то но не маленькие финтифлюшки там спринтеров какие-то микромоторы это ничего не пойдет даже не пробуйте такая схема только на инерционные высокооборотистые моторы работают и больше она ни на какие не работает она работает за счет инерции самоиндукции и реактивного тока который возникает в результате больших оборотов в результате в результате в результате